Я хотел рассказать вам один очень интересный случай, который меня многому научил. Тема, на которую хочу я говорить, это «Не упусти свой шанс». Знаете, я верю в то, что Бог, Он видит судьбу каждого человека. Бог, Он знает будущее наше, Бог, Он знает будущее тех людей, которые окружают нас. И Бог очень часто говорит в наши сердца, обращаясь с Духом Святым очень тонко, говоря, чтобы мы что-то совершили или кому-то что-то рассказали. И знаете, в моей жизни тоже был такой случай. В нашем поселке был один человек, который раньше занимал, скажем, высокое положение, но в его жизнь пришел алкоголь, он очень быстро спился и опустился на самое дно. И мы очень много проповедовали Ему, предлагали и Центр реабилитации, и Церковь, но каждый раз он отказывался, не хотел, ну, никак принимать. И в одно утро, заводя детей в садик, я увидел этого человека и услышал в своем сердце голос Духа Святого, который сказал, «Скажи Ему о том, что Иисус Его любит». И знаете, в этот момент я стал говорить Господу, «Боже, ну, я веду детей, но этот человек, он не совсем в хорошем состоянии. Господи, ну, столько ему говорилось уже. Боже, ну, как бы и день сегодня очень сложный, много дел, хочется быстрее завести и заняться делами». Я говорю, «Господи, ну, вообще, этот человек столько раз слышал. Он знает адрес дома молитвы, он знает адрес Центра реабилитации, но если сильно плохо будет ему, ну, может, приведи, напомни, адрес ему, приведи его. А вообще, Господи, я знаю, что обязательно я встречу завтра его и расскажу ему о том, что ты его любишь». И на этом я подумал, что я договорился с Богом. Но знаете, самое страшное, наутро я узнал, что этот человек, он сгорел в своем собственном доме. И я понял о том, что в этот момент для меня лично это был последний шанс. Но также я понял, что для этого человека это тоже была последняя возможность для того, чтобы услышать весть о спасении. И знаете, я понял о том, что Бог на самом деле, Он видит и знает судьбу каждого человека. И часто Он сталкивает нас с людьми, чьи сердца готовы слышать Слово, чьи сердца, с чьими сердцами Бог уже поработал. Потому что, возможно, многие люди, они говорили, или, возможно, человек находится в очень сложных, стесненных обстоятельствах. Поэтому сегодня я хочу говорить на тему «Это не упусти свой шанс».